10 января губернатор Игорь Руденя провел первое в наступившем году заседание правительства Тверской области. Участие в нем принял депутат Госдумы Владимир Васильев. Главным вопросом повестки дня стало утверждение стратегии развития промышленности в Верхней Волжье. У нашего региона есть все возможности, чтобы внести существенный вклад в решение поставленных задач. Стратегия развития промышленности должна учитывать как исторически сложившуюся производственную структуру, так и современные тенденции в высокотехнологичных отраслях. Сказал Игорь Руденя, открывая заседание. Глава региона отметил, что при реализации стратегии необходимо развивать существующие и формировать новые зоны опережающего развития. Семь основных кластеров, где будет развиваться промышленность, исходя из исторической специализации и текущих потребностей нашей страны и технологического суверенитета. Сейчас основная задача это, конечно, подготовка кадров для промышленности. Второе это участие в федеральных программах поддержки для развития. И, конечно, рынке сбыта, реализация производимой продукции. Сегодня на территории Верхней Волжи создано более 2400 предприятий обрабатывающей промышленности, где труется свыше 75 тысяч человек. С точки зрения инвестирования ключевыми отраслями являются транспортное машиностроение, обработка древесины, производство пищевых продуктов, машин и оборудование. По объему отгрузки промышленного производства в числе лидеров Тверь, Канаковский и Калининские районы, а также Торжок и Кувшиновский район. По совокупным показателям регион занимает достойное место в ЦФО. В тех условиях, которые есть, лучше, чем, наверное, рассчитывал губернатор. Причем 350 миллиардов ВРП, если я не ошибаюсь, тоже хорошие цифры. Реализация мероприятий стратегии позволит обеспечить устойчивое развитие действующих предприятий, сформировать новые точки роста и уникальные компетенции. Снять кадровые и инфраструктурные ограничения. Поставлена очень амбициозная цель от вхождения Тверской области в пятерку лидеров по ЦФО до 30-го года по объему отгрузки предприятий обрабатывающей промышленности. То есть практически в два раза для этого нужно нарастить общий объем производства. В рамках стратегии запланировано создание шести зон опережающего развития, которые способны дать новый импульс развитию промышленности в регионе. Это технопарк радиоэлектронной промышленности «Аквариус», международный научно-технический парк «Савеловский», технопарк энергоемких технологий «Конаковская ГРЭС», индустриальный парк переработки продуктов нефтехимии «Торжок», промплощадка «Российский подшипник» на территории индустриальной промышленной зоны «Бравлево-2», особая экономическая зона «Эмаус». При этом не забытые и созданные еще в предыдущие годы предприятия. Как, например, Вышневолодская фабрика «Парижская коммуна». Там, благодаря политике региональных властей, строят амбициозные планы по развитию. У нас было 160 человек, сейчас мы планируем довезти в 2023 году, значит, если у нас, конечно, все получится, до 100 человек привлечь на комбинат. До 100 человек. Я почему это говорю? Потому что это очень для нас существенно. Цель реализации стратегии – вхождение Тверской области в пятерку лучших регионов ЦФО по отгрузке готовой продукции. Планируется, что объем отгруженных товаров, обрабатывающих производств, вырастет с 367 миллиардов рублей, по данным 2021 года, до не менее чем 1 триллиона в 2023 году. Планируется создание более 9300 новых рабочих мест.